Космический мусор. В некоторых случаях крупные или содержащие на борту опасные ядерные, токсичные и т.п. материалы, объекты космического мусора могут представлять прямую опасность и для Земли. При их неконтролируемом сходе с орбиты, неполном сгорании при прохождении плотных слоев атмосферы Земли и выпадении обломков на населенные пункты, промышленные объекты, транспортные коммуникации и т.п. Проблема засорения околоземного космического пространства космическим мусором, как чисто теоретическое, возникла по существу сразу после запусков первых искусственных спутников Земли ИСЗ в конце 50-х годов. Официальный статус на международном уровне она получила после доклада генерального секретаря ООН под названием «Воздействие космической деятельности на окружающую среду» 10 декабря 1993 года, где особо отмечено, что проблема имеет международный, глобальный характер. Нет засорения национального околоземного космического пространства, есть засорение космического пространства Земли, одинаково негативно влияющая на все страны. Необходимость мер по уменьшению интенсивности техногенного засорения космоса становится понятной при рассмотрении возможных сценариев освоения космоса в будущем. Существует так называемый «каскадный эффект», который в среднесрочной перспективе может возникнуть от взаимного столкновения объектов и частиц космического мусора при экстраполяции существующих условий засорения низких околоземных орбит НОО. Даже с учетом мер по снижению в будущем числа орбитальных взрывов, 42% всего космического мусора и других мероприятий по уменьшению техногенного засорения, этот эффект может в долгосрочной перспективе привести к катастрофическому росту количества объектов орбитального мусора на НОО и как следствие к практической невозможности дальнейшего освоения космоса. Предполагается, что после 2055 года процесс саморазмножения остатков космической деятельности человечества станет серьезной проблемой. Характеристики космического мусора По состоянию на 2021 год на всех высотах околоземного пространства ОКП, пространство, ограниченное сферой, радиус которой равен среднему расстоянию от Земли до Луны, 380 тысяч километров, находилось 130 миллионов объектов размером 0,1-1 сантиметр, из них 20 миллионов на низкой околоземной орбите НОО, на высотах до 2000 километров. Количество объектов размером 1,10 сантиметров на всех высотах составило 900 тысяч, на НОО 500 тысяч, количество объектов свыше 10 сантиметров на ОКП 34 тысячи, из них на НОО 23 тысячи. Лишь небольшая их часть, порядка 10%, была обнаружена, отслеживается и внесена в каталоги с помощью наземных радиолокационных и оптических средств. Например, на 2013 год каталог стратегического командования США содержал 16 600 объектов, в основном размером более 10 сантиметров. Большая часть которых была создана СССР, США и Китаем. Российский каталог ГИАЦ АСПОС ОКП ЦНИИМАШ содержал в августе 2014 года 15 800 объектов космического мусора, а всего на околоземных орбитах находилось более 17 100 объектов, включая действующие спутники, столкновение с любым из которых приведет к полному разрушению космического аппарата КА. Около 6% отслеживаемых объектов, действующие около 22% объектов прекратили функционирование, 17% представляют собой отработанные верхние ступени и разгонные блоки ракет-носителей, и около 55% отходы, технологические элементы, сопутствующие запускам и обломки взрывов и фрагментации. Большинство этих объектов находятся на орбитах с высоким наклонением, плоскости которых пересекаются, поэтому средняя относительная скорость их взаимного пролета составляет около 10 км в секунду. Вследствие огромного запаса кинетической энергии, столкновение любого из этих объектов с действующим космическим аппаратом может повредить его или даже вывести из строя. Примером может послужить первый случай столкновения искусственных спутников Космос-2251 и Иридиум-33, произошедший 10 февраля 2009 года. В результате оба спутника полностью разрушились, образовав свыше 600 обломков. Наиболее засорены те области орбит вокруг Земли, которые чаще всего используются для работы космических аппаратов. Это НОО «Геостационарная орбита» ГСО и «Солнечно-синхронные орбиты» ССО. Существуют различные оценки вклада основных мусорящих в космосе стран. В частности, в одном из докладов на конференции по исследованию космического пространства ГЛЭКС-2021 Санкт-Петербург 14-18 июня 2021 года были приведены два варианта подобных оценок. По одному из них вклад Китая составляет 40%, в США – 25,5%, в России – 25,5%, в других стран – 7%. Согласно второму варианту, на Россию приходится 39,7%, на США – 28,9%, на Китай – 22,8%. Оба расчета выполнены без учета случая испытания российской противоракеты в 2021 году. Методы защиты космических аппаратов от столкновений с космическим мусором. Эффективных мер защиты от объектов космического мусора размером более 1 см в поперечнике на низких и средних орбитах практически нет. Однако уже при создании мира МКС и орбитальных станций серии Тяньгун их корпуса делались многослойными, чтобы в случае попадания стать противомусорной броней. Методы уборки и уничтожения космического мусора. Эффективных практических мер по уничтожению космического мусора на орбитах более 600 км, где не сказывается очищающий эффект от торможения об атмосферу, на настоящем уровне технического развития человечества пока не разработано. Хотя в ряду других рассматривались, например, проекты спутников, испаряющих обломки мощным лазерным лучом или меняющих их орбиту ионными пучками. Таков проектируемый российский КА, космический аппарат, ликвидатор, которые должны тормозить обломки для их входа в атмосферу с частичным или полным сгоранием в ней или в случае аппаратов на геостационарной орбите уводить их на орбиту захоронения или наземные лазеры, лазербрум, либо аппарат, который будет собирать мусор для его дальнейшей переработки. Вместе с тем актуальность задачи обеспечения безопасности космических полетов в условиях техногенного загрязнения околоземного космического пространства ОКП и снижения опасности для объектов на Земле при неконтролируемом вхождении космических объектов в плотные слои атмосферы и их падении на Землю стремительно растет. Международное сотрудничество по решению проблемы космического мусора развивается по следующим приоритетным направлениям экологический мониторинг ОКП, включая область геостационарной орбиты ГСО, наблюдение за космическим мусором и ведение каталога объектов космического мусора, математическое моделирование космического мусора и создание международных информационных систем для прогноза засоренности ОКП и ее опасности для космических полетов, а также информационного сопровождения событий опасного сближения КО и их неконтролируемого входа в плотные слои атмосферы, разработка способов и средств защиты космических аппаратов от воздействия высокоскоростных частиц космического мусора, разработка и внедрение мероприятий, направленных на снижение засоренности ОКП. Федеральная комиссия по связи США, FCC, требует от компаний, запускающих спутники на низкую околоземную орбиту, проводить утилизацию их в течение 25 лет с момента завершения миссии. В 2022 году введены новые правила, которые требуют утилизировать их в течение 5 лет. В 2002 году Межагентский комитет по космическому мусору выдвинул предложения и разработал руководящие принципы, внедрение которых способствовало бы предотвращению образования мусора на орбите. В ряде исследований было показано, что требуется удалять примерно 5 крупных объектов в год, чтобы избежать устойчивого увеличения количества обломков из-за дальнейших столкновений и взрывов. В некоторых странах сейчас внедряются технологии активного удаления мусора. Active Debris Remediation ADR В 2020 году Европейское космическое агентство заказало первую миссию по активному удалению космического мусора в рамках программы «Чистый космос», чтобы снять с орбиты адаптер ВЕСПА – адаптер отсека вторичной полезной нагрузки легкой ракеты ВЕГА, запущенной в космос в 2013 году. Япония реализует сразу несколько проектов по отработке технологий для различных миссий ADR. Поскольку экономически приемлемых методов очистки космического пространства от мусора пока не найдено, основное внимание в ближайшем будущем будет уделено мерам контроля, исключающим образование мусора, предотвращению орбитальных взрывов, сопутствующих полету технологических элементов, уводу отработавших ресурс космических аппаратов на орбиты захоронения, торможению об атмосферу и т.п. Поиск и отслеживание Существует множество инструментов контроля околоземных орбит с целью поиска объектов на ней. Их можно разделить на радиолокационные и оптические. Обнаружение орбитальных объектов может быть также дополнительной функцией универсальных инструментов исследования космического пространства или оборонных систем. Также существует ряд специализированных инструментов. В СССР и США были созданы мощные инструменты отслеживания космического пространства. Также ряд специализированных инструментов существует в Европе и других странах. Также работает ряд национальных программ отслеживания околоземных объектов и борьбы с космическим мусором. Для координации их деятельности создано Interagency Space Debris Coordination Committee СССР и РФ В Советском Союзе была создана система контроля космического пространства, которая и сегодня ведет каталог орбитальных объектов на основании данных систем SPRN и специализированных станций наблюдения за околоземным пространством. Засоренностью космоса начали заниматься в 1985 году в Министерстве обороны и в Академии наук страны. Уже в 1990 были получены первые практические оценки и разработана математическая модель засоренности околоземного космического пространства. В 1992 году впервые в стране был создан проект стандартных исходных данных SID для обеспечения работ по созданию космических орбитальных средств. В Федеральную космическую программу России на 2016-2025 годы включено создание к 2025-му уборщика мусора с геостационарных орбит, на которых на 2014 год находится до тысячи неэксплуатируемых объектов. Планируется, что в течение полугода каждый ликвидатор будет переводить на орбиту захоронения до 10 объектов. На 2015 год, по данным Российской системы, предупреждение об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве находится более 17 тысяч космических объектов искусственного происхождения, из них действующих 1336, остальное – космический мусор. Помимо систем СПРН поиском и идентификацией орбитальных объектов, занимается специализированный радиооптический комплекс распознавания космических объектов Крона, а также станция оптических наблюдений «Архиз», алтайский оптико-лазерный центр имени ГС Титова, Титова-Германа, ну короче, дальше, оптико-электронный комплекс «Окно». В США существовало множество программ контроля околоземного пространства как военного назначения, так и гражданских, например, Project Space Track, Space Defense Center, Space Detection and Tracking System, наиболее близка к теме космического мусора NASA Orbital Debris Program Office. В рамках их работы создано множество инструментов, в том числе специализированных, например, NASA Orbital Debris Observatory, Large Zainese Telescope и другие. Сеть космического наблюдения Соединенных Штатов – действующая служба, созданная для отслеживания траекторий объектов на околоземной орбите. Отслеживаются объекты диаметром от нескольких сантиметров. ЕК. Под эгибдой Европейского космического агентства функционирует ряд инструментов контроля околоземного пространства, такие как ESA Space Debris Telescope, Tera System, EISTAT, Эйскат, международное сотрудничество. В целом, у проблемы космического мусора, как у всякой сложной и актуальной проблемы, существует несколько измерений – научное, техническое, юридическое, экологическое и прочие. Несмотря на то, что эта тематика привлекает внимание многих национальных исследовательских центров, космических агентств и с различной степенью углубленности периодически обсуждается на многочисленных комитетах и комиссиях международных организаций, таких как Международная астронавтическая федерация, Комитет по исследованию космического пространства Международного совета научных союзов КОСПАР, Международный союз электросвязей ITU, Международный институт космического права ICJ и других, представляется, что в последнее время совместная скоординированная деятельность двух международных органов в техническом и политико-правовом измерениях данной проблемы вывела ее понимание на качественно новый уровень. Это Межагенский координационный комитет по космическому мусору и научно-технический подкомитет Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях СТСУН СОПУС Аббревиатуры Межагенский координационный комитет по космическому мусору МКМ А нет, МКМ на русском Interagency Space Debris Coordination Committee IADC был создан в 1993 и представляет собой межправительственный форум для координации исследовательской деятельности связанный с орбитальным мусором В его состав входят космические агентства Италии, Франции, Китая, Канады, Германии, Индии, Японии, Южной Кореи, США, России, Украины, Великобритании, а также Европейское космическое агентство Основная цель комитета Обмен информации между космическими агентствами-членами по исследованию космического мусора Случаи столкновения космических аппаратов с мусором В 1983 году Маленькая песчинка Около 0,2 мм в диаметре Оставила серьезную трещину На иллюминаторе шаттла Углубление диаметром Около 0,4 мм Всего за время полетов шаттлов Было обнаружено более 170 следов от столкновений на иллюминаторах И потребовалось более 70 замен иллюминаторов между полетами В июле 1996 на высоте около 660 км Французский спутник столкнулся с фрагментом третьей ступени французской же ракеты «Ариан» 29 марта 2006 в 3.41 по московскому времени Произошла авария спутника «Экспресс-АМ-11» В результате внешнего воздействия разгерметизирован жидкостный контур системы терморегулирования Космический аппарат получил значительный динамический импульс Потерял ориентацию в пространстве и начал неконтролируемое вращение По предварительным данным причиной аварии стал космический мусор Выводы комиссии подтвердили первоначальную версию произошедшего 10 февраля 2009 коммерческий спутник американской компании спутниковой связи «Иридиум» Выведенный на орбиту в 1997 столкнулся с российским военным спутником связи «Космос-2251» Запущенным в 1993 и выведенным из эксплуатации в 1995 9 сентября 2020 в СМИ появилась информация о том, что российский спутник связи «Экспресс-80» Получил повреждения в результате возможного столкновения с космическим мусором Во время довыведения с геопереходной на геостационарную орбиту При столкновении спутника с мусором часто образуется новый мусор Так называемый синдром Кесслера Что приводит к неконтролируемому росту засоренности космоса По моделям НАСА на низкой околоземной орбите Высота 202 тысячи километров Уже с 2007 года было достаточно крупного мусора и спутников для начала этого синдрома Согласно расчетам, в среднем каждые пять лет будут происходить крупные столкновения Даже при условии полного прекращения космических запусков А количество мусора будет расти Важнейшие события, повысившие засоренность космоса С 1968 по 1985 США и СССР проводили испытания противоспутникового оружия К 1990-му около 7% отслеживаемого мусора Было создано в результате 12 подобных испытаний Испытание Китаем противоспутниковой ракеты 11 января 2007-го на высоте 865 километров Китайская противоспутниковая ракета уничтожила отработавший свой срок Китайский спутник Фэньюнь-1С Столкнувшись с ним встречным курсом В результате появилось множество новых обломков Space Surveyance Network США могла каталогизировать около 2800 из них Увеличив каталог крупного мусора на низких околоземных орбитах до 7000 В 2017-м российский военный космический аппарат «Космос-2504» пролетел в километре от этих обломков Ликвидация США неисправного спутника 20 февраля 2008-го на высоте 250 километров Американская ракета SM-3 уничтожила неисправный американский спутник «Шпион» Имеющий в баках около 400 килограмм гедовитого гидрозина А также из-за опасности рассекречивания Из-за небольшой высоты орбиты большинство осколков, скорее всего, относительно быстро вошло в атмосферу Столкновение российского и американского спутников 10 февраля 2009 года на высоте около 790 километров над северной частью Сибири Зафиксирован первый случай столкновения двух искусственных спутников в космосе Спутник связи «Космос-2251» запущенный в 1993-м и выведенный из эксплуатации Столкнулся с коммерческим спутником американской компании спутниковой связи «Иридиум» В результате столкновения образовалось около 600 крупных обломков Большая часть которых останется на прежней орбите Службам США удалось каталогизировать около 1800 осколков Разрушение разгонных блоков 28 февраля 2018-го разрушился разгонный блок Транстейдж-ССН Space Surveillance Network Номер 3692 Ракеты Титан-3С НСС-ДС-ИД 1969-013-Б В результате на газопереходных орбитах 23-53 тысячи километров Добавился 61 новый объект космического мусора 30 августа 2018-го разрушился разгонный блок Центавр ССН Номер 40209 ракеты «Атлас-5» НСС-ДС-ИД 2014-055-Б В результате появился 491 новый объект космического мусора Количество мусора на геопереходных орбитах 52-70-432-40 километров Выросло сразу на четверть Испытания российской противоракеты 15 ноября 2021-го В ходе испытаний российской противоракетной системы Предположительно А-235 Был уничтожен недействующий спутник Радиоэлектронной и радиотехнической разведки Космос-1408 Типа Целина-Д Запущенный Советским Союзом в 1982-м В результате образовался поток космического мусора Представлявший вероятную угрозу Для Международной космической станции На втором и третьем проходах через поле обломков Экипаж МКС укрывался в космических кораблях Чтобы иметь возможность быстро вернуться на Землю В случае столкновений обломков со станцией Образовавшиеся обломки представляют опасность Также и для других спутников на низкой околоземной орбите Количество отслеживаемых обломков около 1500 Падение космического мусора на Землю Вот это вот интересно Крупные объекты, находящиеся на низких околоземных орбитах Постепенно замедляются И через какое-то время входят в атмосферу Некоторые их фрагменты достигают поверхности планеты Небольшие объекты космического мусора Попадают в плотные слои атмосферы практически ежедневно Более крупные несколько раз в месяц По данным Николас Джонсон НАСА Почти ежегодно отдельные фрагменты спутников или ракет Достигают поверхности Падение объекта WT-1190F в 2015 году 13 ноября 2015 года произошло падение одного из фрагментов ракеты Ранее участвовавшей в лунной программе Фрагмент размером 1-2 метра и плотностью 0,1 грамм на кубический сантиметр Вошел в атмосферу в районе Индийского океана Примерно в 60 километрах от побережья Шри-Ланки По некоторым мнениям, это был первый зафиксированный случай Возвращения на Землю космического мусора С высокой эллиптической орбиты Апогей которой примерно в два раза превышает расстояние от Луны до Земли Объект WT-1190F 13 ноября вошел в атмосферу Земли Где благополучно сгорел Историческое значение орбитального мусора Историки науки указывают на то, что некоторые объекты на орбите Рассматриваемые как мусор Вероятно, будут представлять интерес для космических археологов будущего И поэтому должны быть сохранены В то же время на космологических масштабах времени Большая часть этого мусора сравнительно быстро за тысячи лет покинет орбиту планеты Ну и хорошо Ну вот и все, ребятки Мы прочитали все про космический мусор Довольно интересные сведения Так что не зря мы прочитали А вы послушали Ну если вы вообще слушали Так что Ставьте лайки Если вам понравилось Что еще Желаю вам всего хорошего Будьте счастливы Любите друг друга и все такое И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok